Всем привет! Ну что ж, продолжим наше великолепное путешествие Нейтана Дрейка. И мы сейчас где-то, где-то в Малайзии на дне морском исследуем... Следуем морское дно. Я, кстати, уже так быстренько чекнул интернет и обнаружил, что пропустил одно сокровище в тюрьме. Ну это ладно, это не критично, потому что, как я уже говорил, целью нашего прохождения не будет поиск всех сокровищ. Но приятно их находить, согласитесь, особенно приятно будет находить страницы дневников, потому что там будет раскрываться сюжет. Это куда интереснее, чем просто золотые побрякушки, которые дают нам бонусы, большинство из которых мы сможем использовать только при повторном прохождении. То есть, в данном случае, нам от них... сейчас нам от них ни холодно, ни жарко. А это прохождение больше про сюжет, про атмосферу, про... про новый Uncharted, да. Без конкретных целей. Просто насладиться новой великолепной игрой. Я вот сейчас плаваю, и меня просто штырит от того, как он плавно плывет и красиво движется. Как будто даже сопротивление воды еле-еле такое. Не сильное, а вот... Легкое. Ну, как с ластами, когда плаваешь, да. Как... когда ты надеваешь ласты, вот такое же вот... Легкость в перемещении. И сила толчка такая же. Это круто. Еще у нас тут. Ой, смотрите, по-моему, я нашел что-то опциональное. Или нет. Я что-то нашел. Что там? Свет совпадает, ржавчины еще нет. Похоже, когда камни ударились. Что ты там бормочешь? Прости. Похоже на кусок нашей фуры. Наверняка она рядом. Фуры. Вы испытывая мое терпение, Дрейк. Фуры. Мы ищем затонувшую фуру. Это немного отличается от того, что мы искали до этого. Мы как-то обычно искали какие-то затонувшие легионы. Испанские корабли 14 века. А тут мы ищем затонувшую фуру. А вот это, по-моему, действительно точно опционально. Опа, да. Смотрите. Что это такое? Антикварные часы. Ну и как видите, они уже какие-то пятые по счету. То есть, все остальное мы профукали. Но anyway. По-моему, то, зачем мы сюда пришли, мы нашли. Что-то как-то фуру хорошо размотало, судя по всему. Я смотрю, контейнер лежит здесь. Запчасти от фуры разбросаны по всему дну вообще. Как мы ее туда уронили? Или она с корабля упала? Мы вообще где? Мы на море или мы в реке? Частота воды такая, что вряд ли это вообще, наверное, река. Какая-то городская. Это больше похоже на какой-то залив, море, озеро в крайнем случае. Хотя я могу ошибаться. Или разработчики просто не сильно парились. О соответствии. Ну что ж. А, вот ты где. Пошел. Хорошо. Как выглядит? Побито, но целое. И что у нас с этим делать теперь? Кто тут у нас? Так, я вижу гроз. Вроде все ящики на месте. Пересчитать их можешь? Это надо внутрь войти. Подожди. Ну а зачем? Какая разница? Поехали. Ладно. Есть. Доброе утро. Так, я внутри. Вроде. Большая часть привязана. Так, значит, один, два, три, четыре, пять. Похоже, не хватает двух ящиков. Пойду их искать. Стоп, стоп. Может, поднимешься за новым баллоном? Наверняка рядом. Справлюсь. Ха, один есть. Ну и как ты его достанешь? Он же застрял. Черт. Ящик придавило фурой. Короче, сначала закрепи второй ящик, потом мы поднимем фуру. Видишь? Вот за это тебе и платят. Ха, ну да. Так, закрепи второй ящик, потом... Так мы не нашли еще второй ящик. Это... Интересно, кислород у нас может кончиться? Ящик не могло унести далеко. Не могло. Однако, я не вижу ящика. Ха, нашел второй ящик. Один есть, один ищем. Закрепи его в фуре, мы почти на месте. Ладно, жду вас. Ха, прикольно, он тянет нас на дно. И нам нужно прикладывать усилия, чтобы всплыть с ним. А опускаемся мы, естественно, вниз. Прикольно. Вот за такие мелочи я просто безумно люблю Uncharted. Вроде бы, казалось бы, про что это игра? Это игра, ну... Кинцо про приключения и экшончик, но... Так, один ящик закреплял. Отлично. Мы над тобой. Сейчас будем цеплять. Но вот такие мелочи создают такую неповторимую атмосферу. Господи, ноти-доги, как я вас обожаю. Все, на месте. Цепляй фуру, мы ее приподнимем. Подожди, 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 подожди. Так, хватай. Так, я взял трос. Сейчас прицеплю его к оси. Должно сработать. К оси. Ну, давайте попробуем коси его цепануть. Я тут, правда, не уверен, что осень оторвется. Ну, а как его цепануть? Ага. Буквально, да? Вот так вот. Так, ты за воздухом-то следи. Расслабься. Ну, так часто напоминают про воздух, что у меня такое... Что у меня начинает складываться нехорошее предчувствие. Блин, прикольно. Офигенно. И второй. Фура подцеплена. Можно тащить. Ладно, отойди, мы ее поднимем. Давай, давай, давай. Хочу посмотреть на это. Сейчас, наверное, пыль, песок поднимется. Поднимаем. Ух. Так, хватит? Да, вполне. На меня не уронить. Ага. Постараемся. Так, нашел второй ящик. Положу к остальным. В общем-то, можно было просто кинуть в фуру. Не обязательно было укрепить здесь, но... Будем педантичны в своих действиях. Давай, давай. Вот так. Ладно тебе, Нейт. Серьез ли? Весь груз в целости и сохранности. И воздух еще на пять минут. Надо же. Ну, может, ты еще полазишь. Поищешь там другие сокровища. Хе-хе-хе. Не, хватит. Тебя прокатить? Да. Пожалуйста. Будешь готов, дай знать. Это как? А, нам сейчас предлагают буквально... Осмотреть... Нету ли чего-то здесь на дне в поисках сокровищ, да? Но, как я уже говорил, давайте не будем сильно отвлекаться на поиски сокровищ, потому что... Нету в этом особого смысла. Если какие-то бонусы нужно будет показать, я всегда смогу сделать это в рамках бонусных серий после основного прохождения. Твою мать, это реально городская река. Какая чистая у них тут вода в этой городской реке. Я думаю, если бы я нырнул бы в нашу городскую реку, я бы увяз бы в тени и сапогах плавающих, и другом мусоре, и мазуте, и еще что-то. Рад, что вернулся, Дрей. Да, сам не нарауюсь. Бросай снарягу! Держи. Спасибо. я облегчаю тебе работу от меня моешь от тины наверное да может меня полоснешь тоже что же в этой воде купался с другой стран откуда в эту воду беретесь не из реки ополосни меня чувак и шланга да ну тебя что ты за человека такой только баллоне думаешь а чё вы стали скажу прямо работать ты умеешь очень шустро скажи прямо чувак скажи это комплимент я потрясил не наповал поражает твой запах не знаю мне даже нравится мамку твою напоминает это жестоко я передам что ты так сказал да я же просила катить мисс шланга а чё вы встали пять ящиков выгрузили все лазиск мазийский рабочий день закончен что ли я не поймать чё за нахрен происходит у вас вот ребята окей ладно с вами больше не болтаешь правильно так там какой-то трёп идет это кто-то 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 а это кто-то потом закон мой герой пошли глянем что ты принес так в следующий раз кто-нибудь хотел с этим шоком поболтать лучше нырять чем торчать в конторе боли ну вот казалось это был опциональный разговор и теперь он мне недоступен ну-ка давай окажешь честь ну ладно спасибо честно что же вы там вытаскивать что могло быть в обычной фуре ты смотри медный клад ну ты не поверишь сколько эта хрень стоит потому-то клиенты платят такие деньжище а может лучше на монетке переплавим план пошли отметим первая кружка за мной что с вами по барам мнение без страховки не пойду я лучше сейчас сяду оформлю все бумажки и потом домой спать в другой раз ладно как хочешь эй ты молодец спасибо я не понял то чё наша легальная работа что ли по мы пытаемся работать честно подожди нейт нейт постой эй какими судьбами для тебя презент презент что это весточка из малайзийского источника про затонувший корабль весь груз целый на подходи и бери упорный ты человек джеймс и всю сумму на тех расходы нам перевели все готово кроме моего лучшего парня я ему доверил бы это дело а он он слился нет я даже не возьмусь скажи у этого источника есть разрешение нет у него нет они никому не дают разрешение но пойми ведь это же нам только на руку нет разрешений значит нет конкурент корабль наш без разрешения не полезу нейт это же наша пенсия для нас обоих уж не знаю как ты а я не хочу ковыряться под водой до 60 лет а ты не хочу в тюрьму нет слушай я не могу и тебе не советую но ты возьми почитать ради меня я не передумаю тем более чтобы не почитать правда привет карли ребятишка передам я на тебя не давлю но ты подумай видно серьезная работа так это уже что-то более интересное чем фура это не новый корабль но судя по фотографии конечно может быть это нет чертежи тоже с кого-то фрегата или что это круг поисков сужен было бы круто так но я так понимаю мы сейчас наблюдаем за тем периодом нейта когда он решил завязать с криминалом как криминалом не был никогда особо криминалом был таким авантюристом ходящим по краю разграбляет грабящим всякие исторические реликвии в общем да охотникам за сокровищами а это да это такое маргинально криминальное занятие вот он ушлый нет 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 в этот раз без меня я правда не знаю когда у него на это был тот период жизни потому что в первой второй и третьей части об этом вообще не говорилось ни слова обычная жизнь обычная жизнь говорят нам но судя по внешнему виду нету здесь я никогда не мог правильно определить сколько на это вообще лет что это зал на такую же побольше по-моему это фигурка статуи из тибетов с чем там анского храма хотя могу ошибаться они в принципе похожи одна из самых странных моих находок это смотрю у нее такой склад реликвии что можно всю жизнь безбедно жить если это сдать продать испанский дубло найдено в немецкой подлодке самом сердце джунглей это из первой части нет интересно этим эти сокровища здесь лежат любом случае или только если у вас есть сейвы записи под аккаунтом что вы играли в эти части вопрос такой конечно актуальны надо будет погуглить сэр фрэнсис дрейк спас жизнь цель на там да тоже в первой части когда стреляли салим пуля попала в эту книжку вот и мэй фаунт зэс он май олд кэмера фэд ю чего а фэд ют лайк тухэвид короче нашел на моей старой камере думаю ты хотел бы иметь это елена нашла точнее даже да это елена нам прислала фотку вообще я конечно не хочу забегать вперед но то что я читал 4 манчатаде у нас елена должна быть там супругой вполне официальный то есть если на данном этапе это как-то не так то что что же это за период времени 5 я задаю вопрос опять надо просто играть и мы все узнаем шамбала на это вторая часть я скучаю нейт энд тэнзин да клёвый чувак был так что еще можем найти веселого в нашей комнате а это из третьей части компас да ну что ж так сказать вещи для тех кто поймет для фанатов а это у нас кусочек смолы нашей за кусок смолы погибло столько людей это кусок смолы из дерева из второй части которая давала силу и вечную жизнь странно что мы вообще сохранили все это в смысле смолу дерево там уничтожили вместе с подземным городом вот это безумная история так хлоя сто лет прошло нейт как дела я как обычно промышляю понемногу тут тут там ничего крупного скучать не приходится да и карманы не пустуют подвернулась сейчас одна работенка как раз для тебя так что если захочешь вспомнить старые добрые времена дай мне знать с любовью хлоя хлоя клёвый персонаж мне она нравилась гораздо больше чем леночка так ну она больше не в моем стиле я не знаю связано ли это как-то с анчартером который был на вите я к сожалению так и не прошел начинал играть но каждый раз забрасывал но вроде разработчики писали что он как-то не связан с официальной трилогией прямую поэтому они не стали выпускать в коллекционном издании нет у нас сегодня какой-то вечер воспоминаний мы смотрим все старые да где твоя помощь святой дисмос смотрим все наши найденные ранее реликвии но кстати если все эти реликвии здесь 1 2 3 из 1 2 3 части значит это все 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 не воспоминания это то чем на этом закончил после того как вернулся из пустыни он завязал своим авантюрным прошлым и решил быть обычным работягой с пластиковым пистолетиком с пластиковым пистолетиком вот они в укрытии я окружен яблочко такс получи вот еще вот еще ну а где еще живем пластик порох в пороховницах походу мы подстрелили сейчас спущусь все все мишени мы подстрелили раз нам дали трофей я думаю блин на это так грустно вообще наблюдать за тобой я надеюсь ты хотя бы счастлив так все положи обратно свой супер пистолет нам надо искать выход отсюда я слышал крик нас кто-то звал что-то мне подсказывает я знаю чей это крик и кто нас зовет так как спуститься милый друг а сейчас приколите мы спустимся короче в дом джоэла из ласт оф аса и нас ждет наша дочка ну это так фантазии фантазии конечно же нейт ты не джоэл это разные персонажи чем ты занята так ультимейт тревел инфо гайд сейфы на изи трипс банк кок ну что кто то хочет поехать в таиланд да таиланд это круто это очень очень круто так ладно ну я думаю на это уже было по всему миру ой смотрите деленно пора в отпуск там где это каком сафари в в африке давно пора только три фотографии ребята у вас было только три отпуска за всю жизнь вам не то что пора вам просто прямо сейчас нужно все бросить и ехать ну домик у нашего искателя приключений такой неплохой нельзя сказать что у человека дела идут как то супер хорошо обычно такая знаете стандартная семья среднего американского достатка хотя мы в малайзии может для малайзии это круто так чего это такое это наш свадебный альбом да вы посмотрите только ух ты ой это там салли плачет хороший снимок какие то тропические острова похоже да какой нибудь тоже не знаю тот же таиланд пукет по крайней мере природа там такая же так тут забили гардеробную шмотками то есть леночка нас все таки подвела да ну не подвела ну не в том плане подвела что не оправдала наши ожидания в том плане что подвела нас под спокойную жизнь теперь мы больше не рискуем ничем а кисло сидим на заднице и вытаскиваем фуры с медной проволокой из реки интересно такого ли будущего хот хотела для нас леночка а сейчас мы у нее и уточним ты чего там застрял ну я кое-что изучал вот так это теперь называется ну правда ты не принесешь еду я почти закончила да конечно спасибо принести еду ну судя по кухне тут конь не валялся так хотя нет смотрите она приготовила значит роль жены все еще не на дрэйке ну что ж это радует радует что хоть в чем то дрэйк еще остался мужиком так у нас есть вариант взять содовую либо взять пиво ну раз мы теперь короче работяга обычный который занимается всяких всякой фигней надо брать пиво знаете что это мне сейчас напоминает gta 5 вот рили можно это выпить или ты так и будешь ходить с бутылкой или мы слишком рано схватили эту бутылку так что это и а выпить а закончила да ну там наверняка кучи лишнего и опечатки но есть же редактор умираю с голоду вкусно ну как у тебя дела что я тебя не понял прости 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 как у тебя дела очень хорошо ну все как обычно я выводил из реки кучу всякого хлама да ну ты хотя бы искупался был какой то интересный хлам ну да просто жемчужина это был грузовик начало двадцать первого века раритет абориген называли их фурами ах ты господи ну короче это серые будни лучше про статью расскажи ну заказ был на такой махровый глянец про туризм в бангкоке но вряд ли редакции понравится взятый мною ракурс потому что я получила просто тонну комментариев про то какой там сейчас чудовищный смог что у людей дыхание перехватывает еще на трате самолета ну вот и в общем у меня получилась такая элегия да ты что где летаешь ну я здесь у тебя на серьезно что ты рассказывай мне очень интересно да да и о чем же моя статья а что вот это угу про полеты в бангкоке про людей в бангкоке про древний город в бангкоке давайте про людей про людей в бангкоке и это про смог и про то что они никуда не могут улететь и и дышать там нечем класс слушай извините нет очень смело прямо очень ну я же был на стадионе так в другой стране ну в общем да на стадионе джеймсон опять зазывал тебя в Малайзию он каждый день зазывает меня в Малайзии слушай я правда думаю что тебе надо поехать да да не хочу я честно у него нет разрешений и и мы договорились что больше в такие дела не полезен не стоит оно того ну не такой там прям уж риск то ну подумаешь разрешение позвал бы Салли и сколько вы не виделись два года давай оставим эту тему я просто не хочу чтобы ты отказывался из-за меня я отказываюсь из-за себя ясно я оценил твой жест просто это ладно пойду-ка я мыть посуду стой я помою ну погоди и вчера мыл а ты готовила так что мыть буду я ну или или давай лучше что-нибудь прикольное придумаем мыть будет тот кто проиграет ты хочешь со мной сыграть ну да давай в эту твою игрушку на приставке спорим я побью твой рекорд ты надеешься побить рекорд в моей игрушке на приставке да что испугалась да ты даже название не знаешь а мне и не надо это знать я знаю что там делать ага там надо бегать и прыгать а у меня к этому вообще-то прирожденный талант правда? что трусливая цепочка испугалась? ну все ладно это в бой о это же PlayStation 1 ну во что мы сейчас будем играть в Crash Bandicoot или во что было бы логично сыграть в Crash Bandicoot тут потому что это тоже игра от Ноти Догов нет грузится грузится? да по-моему долго нужно ждать где твое терпение? когда что-то включаешь хочешь чтобы о все ну да все правда так ну что ж что-то не так? нет нет просто как тут вообще как начать то? нажми кнопку старт я сам знал ну вот я знал короче тебе нужно бежать на камеру бежать на камеру так эсна мы играем вращение вращение интересно они полноценный эмулятор здесь запилили знаю знаю просто люблю не забывай не забывай что убегай от волна почему он за мной катится? просто беги от него я ему ничего не сделал атакуй вращение что мне жать? вращение вращение класс да это кто? лиса? бандикут похож на лиса да как лиса так ломай ящики зачем лиса ломает ящики? это бандикут ну просто так это лиса хоть и мало похоже это забавно ну что ж если честно вот я никогда не любил эту игру какой же это бандикут? а ты хоть раз их виден? нет но вряд ли они носят кроссовки неплохая графика правда? разработчиков минутка ностальгии по поводу да ладно вам да уж наверняка последняя жизнь не упусти шанс чёрт точно последняя жизнь кстати там яма да я видел я видел я видел я видел ну что ничего? не совсем ужасно да что ж такое? короче да не моя не моё это я как не любил играть в оригинале бандикут так и здесь эх надо будет наверное пройти я я уверен что если тут пройти будет какой-то трофей ты сам нарвался это издевательство я же почти дошёл ну а ты ещё попробуй давай всё или ничего мою машину уже давно пора помыть там есть режим называется лёгкий может включишь? ну всё ты сейчас у меня договоришься что ты сделаешь? я тебя предупреждаю что ты сделаешь? предупреждаю? ну по правде ну что ты сделаешь? покажи ну что ты по правде сделаешь? я тебе устроен эй ты счастлив? ну конечно а ты? серьёзно? иди сюда иди сюда пока закрыто закрыто да что ж тебе ладно иду я иду ну люди да вам помочь? я тут ищу своего брата он вашего роста постройнее и без такой седины на висках сэм и без этого и и ну что нет не не без занятий Сто раз проверил. По всем каналам всюду подтверждалось, что ты погиб. Нейт, мы убили охранника. Поэтому они очень хотели сгноить меня в этой камере. И у них почти получилось. Господи, Сэм. Если бы я знал, я клянусь тебе, я бы за тобой... Ты бы вернулся. Я знаю, Нейт, я знаю. Но важно то, что я выбрался. Эй, эй. Все нормально? Да. Надо на воздух. Вот это поворот. Впрочем, кто бы сомневался. Ты, я надеюсь, в обморок не упадешь? Постараюсь. Такие новости знаешь ли. Но как... Как ты выбрался? Когда ты выбрался? Как ты вообще меня наш... Да, так, так. Тормози. Лучше сядь. Давай про себя. Я? Да. А что? Ну, мои старые знакомые рассказывают безумные истории. Какие еще истории? Например, как ты висел в вагоне над пропастью в Гималаях. А, это... Ну да. Выкладывай. Что я пропустил? Даже не знаю, с чего начать. Давай с лучшей части. Так. Льдорадом, Шамбала, Иром Многоколонной. Давайте. Помнишь нашу теорию о том, что Фрэнсис Дрейк консценировал свою смерть? Ну да. И это правда. Я нашел гроб. У берега Панамы-то? Да. И ты представляешь? Я его открыл. А тела нет. Но на дне лежит дневник. Не врешь? Я же так о ней всю ночь, походу. Ну и все как обычно. Потерянный город разрушен, но мы из него выбрались. Чудом. Невероятно. Ну да. Невероятно. Жаль тебя не было. Нет, я в буквальном смысле не верю. Ты говоришь, что типа наткнулся на очередное легендарное сокровище и от чего-то вдруг опять удалился ни с чем. Ну, вот такова моя планита. Удалось, конечно, прихватить несколько побрякушек. Хватило на машину, дом, кольцо с бриллиантом. Господи, я женился. Что ж, я сразу-то Елена, про которую я... Она моя жена. Я тебя познакомлю. Приходи сегодня. К нам в гости. Мы поужинаем. Я ей про тебя расскажу. Черт, надо ей рассказать. Нейт, у меня большие проблемы. Что? Тоб сомневался. О чем ты? Какие проблемы? Знакомо имя Гектора Алькасара. Да, он наркобарон. Угу. Панамский мясник вроде. А что? Ты не поверишь, но... Мы год сидели в одной камере. Так я и выбрался из тюрьмы. Книжку забросил, да? Куда дико самел? Слушай, охрана песни поет. Ну, напились, походу. Возможно. Но они довольны. Как можно быть довольным такой убогой жизнью? Убогой работой. Ну, зато их дома женушки ждут. А у нас с тобой что? Без обид. У нас есть мечты. И когда мы выберемся, мечты поведут нас в такие дали, какие этим болванам не снились. Ну что ж, меня восхищает твой оптимизм. Что ты сделаешь, когда выйдешь, Сэмюэл? То есть, если я выйду, да ты и сам все знаешь. Да, знаю. Но я хочу услышать от тебя. Я пойду искать величайшее пиратское сокровище, о котором я тебе уже все уши прожужжал. А нет. История Генри Эвери и его четырехстах миллионок в золоте стала для меня слаще колыбельной. Думаешь, ты их правда найдешь? Если будет шанс, конечно найду. Амбиции. Как там Эвери говорил? Я человек фортуны, и я поймаю ее за хвост. Мне это нравится. Это еще что? Ну вот это и есть наш шанс. Сеньор Алказар, милегру верло. Садимай-таки. Ух, косэмос конэль. Сэмюэл, ты готов ловить свою фортуну? Да. Бабанос. Опа. Опа. Мы играем за Сэма. И я думаю, что бойню в тюрьме мы устроим уже в следующей серии. На этом все. Спасибо за просмотр. Я думаю, вам не терпится увидеть, что же будет дальше. Лично я просто горю в нетерпении. Это, это очень круто. Это, по-моему, самое крутое начало Uncharted за все время. Не зря, не зря эту серию называют самой крутой и самой достойной финала. Ну что ж, скоро увидим. Спасибо за просмотр. На сегодня все. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok